Виктор Пронин, депутат Совета депутатов Раменского городского округа, на избирательный участок номер 2595, который находится в Клишевской школе, пришел вместе с супругой Татьяной Александровной. Я сейчас пойду голосовать. Я только прибыл на избирательный участок вместе с супругой. Она сейчас еще основательно изучает поправки до конца, чтобы более осознанно подойти к тем процессам, то есть к тому решению, которое она изложит на своем бюллетне. А я уже все изучил, свое решение принял, и я его сейчас обозначу в этом бюллетне, которое мне выдадут. Само понятие Конституция, основной закон, оно уже по определению говорит о степени важности того процесса, который сегодня происходит. Потому что от того, как сегодня люди проголосуют, как выскажут свое мнение, президент ведь сказал, он не будет принимать эти паравки, если народ выскажется против. Но вот из общения с большинством все-таки люди поддерживают эти изменения, потому что они видят прогрессивность, движение вперед и решение каких-то застарелых проблем. С самого утра жители Крешевы прибывали на избирательный участок. Ровно в 8.00 открылся участок. И люди, несмотря на то, что так рано, избиратели посетили уже много наш участок. Где-то примерно сейчас в течение полтора часа уже пришли 25 человек. Активность очень хорошая. В течение вот этих пяти дней предыдущих активность тоже была замечательная. Люди шли, люди голосовали. Значит, все-таки любят свою родину, нашу страну. И я так думаю, что выборы пройдут удачно. На избирательный участок пришел директор территориального управления Заболотевская Владимир Соколов. По его мнению, очень важно было принять участие в голосовании. Я считаю, что в такие дни нельзя оставаться дома. Как бы ты ни относился к действующей власти, к ситуации в государстве, ты должен прийти и выразить именно свою гражданскую позицию. Потому что только в таком случае ты будешь чувствовать свое собственное сопереживание и ответственность за то, что происходит в стране. Мне очень радует то, что наши жители активно откликнулись именно вот в эти первые шесть дней голосования за изменения в поправке Конституции. Бюллетени на участках выдавали строго при предъявлении паспорта. Всех участников голосования обеспечили средствами индивидуальной защиты и одноразовыми ручками. Егор Кабанов, Алена Иванова, Сергей Дружинин для программ «Городские вести». Продолжение следует...